Прошу садиться Открывается судебное заседание Продолжается рассмотрение уголовного дела По обвинению Байжанова и Бишимбаева Секретарь, прошу доложить На судебном заседании Государственный обвинитель Аймаганова Нурбеков Переводчики Жанспаева Нурланова Потерпевшего Мангильды Председателю потерпевших адвоката Отсутствует Ишмаметов и Умарова Подсудимые Бишимбаев Байжанов Защитники подсудимого адвоката Кусаинова, Рамазанова, Газымжанов, Антахпаев, Секеров Также защитники числа близких родственников Нурлубекова, Балт Кудеева Отсутствует защитник Балашов Так, Ишмаметов Умарова нету И Балашов, да? Так, потерпевший, не возражайте против продолжения рассмотрения дела В отсутствии ваших представителей Ишмаметова и Умарова Не возражаю, уважаемый Нет возражений, да? Так, подсудимый Бишимбаев, прошу встать Не возражайте против продолжения рассмотрения дела В отсутствии защитника Балашова Нет, не возражаю Прошу садиться У остальных участников процесса имеются возражения о начале рассмотрения дела В отсутствии указанных выше лиц Страна обвинения Нет, не имеется Остальные Нет У защитников нет, да? Подсудимый Байжанов нет возражений? Нет возражений Хорошо Приглашайте прессионных заседателей в зал сюда Прошу всех встать Прошу садиться Отсутствует присяжный заседатель Под номер 2 В связи с болезнью имеется справка от врача Так, для начала прошу сообщить коллегию присяжных заседателей Имеются ли у них заявления ходатайства Об оказании давления за время перерыва в судебном разбирательстве Есть заявления ходатайства? Не имеется, да? Так, к сведению участников процесса В зал судебного заседания не явился присяжный заседатель Под номером 2 по состоянию здоровья Согласно статье 645 Уголовно-процессуального кодекса Присяжные заседатели и запасные присяжные заседатели Должны постоянно присутствовать при судебном разбирательстве дела Если в ходе судебного разбирательства Но до удаления присяжных заседателей Из судьи в совещательную комнату Для вынесения вердикта Выяснится, что кто-либо из присяжных заседателей Не может продолжать участвовать в судебном заседании То он заменяется запасным присяжным заседателем В том порядке, в каком билеты С указанием фамилии запасных присяжных заседателей Были извлечены из урны В этой связи, согласно статье 645 Уголовно-процессуального кодекса Запасного присяжного заседателя Под номером 11 Прошу пройти на место присяжного заседателя Под номером 2 Прошу вас Так, присяжный заседатель Запасной заседатель под номером 11 Прошу займите место присяжного заседателя Под номером 11 12 запасной заседатель Займите место 11 номера Так, хорошо Продолжим рассмотрение дела Имеются ли заявления ходатайства у участников процесса? Сторона обвинения Имеются ли у вас заявления ходатайства? Нет, не имеются Так, потерпевшие его представители Имеются ли заявления ходатайства на начало рассмотрения дела? Уважаемый суд, у нас ходатайство О дополнительном допросе подсудимых обоих Других заявлений ходатайств не имеется на начало? А в настоящий момент нет Потерпевший у вас? Поддерживаю Заявления ходатайств нету? Нет, нет У стороны защиты имеются заявления ходатайства? Да, можно обозреть документ, подтверждающий уважительность причины Отсутствия присяжного заседателя под номером 2 Выводили? Направят вам Вы можете обозреть? Заключение имеется Дальше В зале суда можно обозреть? С телефона покажите защитнику Копию можете получить после процесса После судебного заседания копию можете получить Есть заявление ходатайства у вас? Да, есть заявление Уважаемый суд Я уже шестой раз прошу предоставить нам возможность снять копии с телефонов Мукеновой В части ватса переписки с Бешимбаевым А также Амангильды Айдбек Сахмедина Аидой Мукеновой Айнурой Инна Игоревна психолог Наргиз Клиент Маляка Клиент И с другими контактами В названии которых имеется слово Келент За период с 1 августа 22 года По 9 ноября 23 года В части фотографии видеозаписи за период с 1 августа 22 года По 9 ноября 23 года Также телефона Бешимбаева В части ватса переписки с Нукеновой Салтанат Сахмединой Женись Кули Это домработница С Нукеновой Айнур Гульнур Шим Это у нас получается та самая гадалка из Шимкента С Анитой основной С Инной Игоревной психолог За период с 1 августа 22 года По 9 ноября 23 года В части фотографии видеозаписи За период с 1 августа 22 года По 9 ноября 23 года Телефон Нукенова Айнур В части переписок с Нукеновой Салтанат С Бешимбаевым Куандыком С 1 августа 22 года По 9 ноября 23 года Амангильды Айдбек В части переписок с Нукеновой И с Бешимбаевым За период с 1 августа 22 года По 9 ноября 23 года Это как раз тот период, который вменяется подсудимому Бешимбаеву как совершение истязания. Однако вы каждый раз даете поручение секретарю, секретарь каждый раз уклоняется от предоставления данных доказательств стороне защиты. У нас уже судебные заседания близятся к концу, а сторона защиты до сих пор не ознакомилась с данными доказательствами. В связи с этим я прошу предоставить слово секретарю, чтобы секретарь объяснил причину, по какой причине в течение недели мы не можем получить данные документы. В прошлый раз я получил еле-еле заметки с телефона Мукенова. В расписке написал, что секретарь не предоставляет остальные переписки, ссылаясь на то, что судья запретил. Однако в ходе судебных заседаний вы не выражаете никаких запретов о предоставлении данных доказательств. В связи с этим я прошу выяснить у секретаря причины, и в случае после ее ответа мы потом еще будем заявлять ходатайство. Прежде всего, вы просили сотовый телефон Мукеновой, ватсап-переписку. В предыдущем судебном заседании, когда осматривался сотовый телефон Мукеновой, по общему обоюдному согласию мы нажали на то, чтобы ватсап-приложении было перезагружено. И перезагрузка, или как там было написано? Обновление. Обновление, ага. И вот он, телефон стоит на обновлении. Секретарь самостоятельно не стала обновлять сотовый телефон Мукеновой без участия участников процесса. А по поводу остального, то, что вы говорите, в других заявлениях ходатайство о том, чтобы вам предоставили какие-то переписки, в суд не поступило. По поводу переписки у телефона потерпевшего предоставления скриншотов, телефон потерпевшего Амангельды находится у него в руках под сохранной распиской. Мы суд никаким образом с телефона Амангельды не можем забрать и вам передать. Вы можете в судебном заседании взять у потерпевшего переписку, тем более в материалах уголовного дела скрин результаты имеются. По поводу сотового телефона Ахмединой, скрин был сделан, оно было вручено как стороне обвинения, так и стороне защиты. Имеются расписки. А по поводу сотового телефона Бишимбаева, сотовый телефон Бишимбаева еще не был разблокирован. Он еще, сотовый телефон еще не был осмотрен. По поводу сотового телефона Байжанова, то же самое, сотовый телефон Байжанова еще не был осмотрен в судебном заседании. По этой причине вы до сих пор ничего, эти документы, о которых вы только что сказали, не получили. По поводу сотового телефона сейчас можем в зале судебном заседании все вместе обновить приложение WhatsApp, а потом уже посмотреть, что там имеется, что там не имеется. Прошу, секретарь, сотовый телефон, возьмите, Нукеновы, передайте стороне обвинения. Я могу сказать возражение по поводу того, что вы сказали, что обращений с моей стороны не было. Однако 11 апреля 2024 года в ходе судебного заседания вы сказали, чтобы я направил письменно. 11 апреля я направил письменно, сегодня 15 апреля. У меня по судебному кабинету показывают, что данное, 11 апреля данное ходатайство к вам поступило. Но однако вы говорите, что оно не поступило. Можно предоставить секретарю слово, чтобы он пояснил, поступило, не поступило. Почему секретарь мне пишет, я вам не предоставлю телефон, я предоставлю скриншоты. В ответ я отвечаю, что с копией мы должны снимать самостоятельно. Я не доверяю секретарю выбирать те скриншоты, которые на ее усмотрение можно мне показать, а те, которые нельзя показать, она не будет снимать скриншоты. Пошу предоставить слово секретарю, пускай объяснит. Так, секретарю слова предоставляться не будет, сотовый телефон, заметку вы копию сняли, а по поводу ватсап-приложения я вам только что объяснила. Пожалуйста, сторона обвинения в сотовый телефон. Там имеется только набранный текст, который можно набрать с компьютера и корректировать его с компьютера. Самих скриншотов нет. Пожалуйста, не вводите в заблуждение уважаемых сот участников процесса. Также я прошу обратить внимание на то, что Ахмедина телефона также мы не получили, не можем сравнить. То, что следователь там с каких телефонов и с каких контактов получил эту переписку с оригиналом. Ну, Кену Вайнур, вы тоже не предоставили телефон. Имеются только скриншоты, но телефона этого самого нет. А мы обязаны проверить источник происхождения данных скриншотов. Источник происхождения до сих пор неизвестен. У нас имеется достоверная информация о том, что переписка с Ахмединой и Нукеновой Салтанат, с Нукеновой Айнур и Нукеновой Салтанат, а также частично переписка между Салтанат и Амагильды Адбек были сфальсифицированы во время следствия. В связи с этим у нас сейчас происходят проблемы, что нам не дают эти телефоны, чтобы мы сверили с оригиналом. Вы закончили? Да, я прошу принять меры для того, чтобы защите предоставили возможность ознакомиться с данными доказательствами. Так, ваши возражения, сторона защиты отклоняются по причине, которое ранее уже было судом изложено. Сотовый телефон Нукеновой находится у стороны обвинения. Пожалуйста, сторона обвинения обновите ватсап-переписку перед участниками процесса, чтобы сторона защиты имела возможность сделать снимки с телефона. Сотовый телефон включен. Вводим пароль на бумажке 1505-44. Так, открываем приложение ватсап. Обновите ватсап. Нажимаем «Обновить ватсап». Нажимаем «Апдейт» в «Аппстор». Идет обновление. Сколько времени занимает? Две минуты написано. Так, сотовый телефон потерпевшего Мангельды находится у него. Что именно сотового телефона вам нужно потерпевшего? Переписка, Салтанов, мы хотим сравнить и снять фотографии именно с той перепиской, о которой мы исследовали в суде. Потому что та переписка в другом виде, она не скриншотная, а именно сделана с помощью компьютера, набранного на текст. Так, потерпевшего Мангельды, пожалуйста, покажите переписку, передайте секретарю. Уважаемый суд, я прошу ограничиться перепиской в телефоне Мангельды. С 20 марта только до того момента, так, я сейчас скажу, до 9 ноября. Потому что там есть дальше личная переписка. Пожалуйста, потерпевшего, передайте секретарю, укажите, с какого места можно будет, и защитник снимет. Да, секундочку. Уважаемый суд, в связи с заявленным ходатайством, позволите, пожалуйста, у нас тоже есть ходатайство по данной переписке, раз уж мы начали это обсуждать. В указанной переписке, уважаемый суд, в период с 20 по 21 ноября по 24, точнее, марта, переписки... Еще раз, с 20 чего? С 20 марта по 24 марта Салтанат Нукенова направляла своему брату фотографии. И они есть в данной переписке. Мы бы хотели приобщить данные фотографии к материалам уголовного дела. И далее уже по данным фотографиям будут допросы к подсудимому Бешимбаеву. Фото, что за фото, какое... Фотографии, они есть в данной переписке. Можно посмотреть? Да, уважаемый суд, можно передать? Сейчас, одну минуту, я с телефона посмотрю, ага. У вас фото 20 марта, которые? Которые в период с 20 по 24 марта направлены. Можно будет председательствующим передать? Сейчас, одну минуту. Для сличения. Они с данного чата. Что-то я не вижу фотографии по 24 марта. 23-го они, по-моему, были направлены. Да. Они были направлены Салтанат Нукеновой в адрес Айпека Мангельда. Все, можете защитнику показывать. Прошу, можете предоставить для обозрения. Уважаемый суд, да, через секретаря передам, а потом хотела обратить внимание... Через судебного пристава передайте. Прошу судебный пристав. Председательствующему? Председательствующему, потом сторонам, и далее уже хотела. В случае приобщения их материалом дела, так как эти фотографии, уважаемый суд, из чата переписки между Нукеновой и Айпека Мангельды. И данная переписка была, уважаемый суд, в материалах уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Приобщена, а также уже сторонами исследовалась. В этой связи, уважаемый суд, мы бы хотели с этими фотографиями обратиться к присяжным и обратить их внимание на некоторые из этих фотографий. Если позволите. Уважаемый суд, если позволите попросить не предоставлять в руки о стороне защиты мой телефон, чтобы они не могли ничего удалить, в первую очередь. Нет, они не трогают секретарь. Потому что они уже, я так что видел, трогали его самостоятельно. Секретарь судеб заседания держит ваш телефон. Так, судебный пристав передайте стороне обвинения для обозрения, потом стороне защиты. Продолжение следует... Так, передайте стороне защиты, пожалуйста, фотографии. Так, с телефоном Нукеновый. Заново открываем WhatsApp. Написано, истек срок действия этой версии WhatsApp. Не открывается далее. Опять обновление вышло. Далее не обновляется WhatsApp. Истек срок использования WhatsApp. Предыдущим судеб заседания, по какой причине мы нажимали обновить? По ходатайству стороной защиты. Понятно. Разрешите ходатайство по причине данных фотографий. И в дальнейшем уже я бы хотела обратить... Сейчас стороны ознакомятся. Спасибо. 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 В случае приобщения к материалам дела вы имеете право снимать копии со всех фотографий стороной защиты. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, в зале сохраняйте спокойствие, пожалуйста. Продолжение следует... 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 Прошу обратить внимание на телесные повреждения. Эти фотографии были сделаны на мальдивах в феврале 23 года. Прошу обратить внимание на телесные повреждения. Прошу обратить внимание на телесные повреждения. Представитель потерпевшей, если будете говорить, то в микрофон, а то вас будет не слышно. Я сейчас, пожалуйста, на обозрение представлю, потом будут выводить. Все, хорошо. На запястье. Под глазом, левым. Снова на запястье. На плече. Обратите внимание, это фотографии в купальнике. Яркие следы кровопотеков на плече. Здесь тоже фотография уже, угол обзора шире. Тоже синющие следы на плече. Под глазом. Здесь также на запястьях. Прошу обратить внимание, это также на данной фотографии на запястьях. Обеих рук имеются повреждения. Представитель потерпевшего, микрофон, говорите, вас будет не слышно. После обожрения данные фотографии уже будут. Можете пройти на место, судебный пристав соберет фотографии, передаст вам. В вышеуказанных, представленных фотографиях, которые были направлены Салтанатну Кеновой, Айтпеку Мангельды, в ходе переписки 23 марта, она имеется в материалах уголовного дела. Данные фотографии были нами распечатаны. И мы увидели, уважаемый суд, многочисленные телесные повреждения на теле Салтанатну Кеновой. На запястьях, на локтях, на плечах, на лице, под левым глазом. И огромная гематома на левом плече. Данные фотографии, я думаю, стороны обозрели, в любой момент могут посмотреть. И присяжные сейчас удостоверились, что у Салтанатну Кеновой в феврале 23 года, в ходе отпуска на Мальдивских островах, уважаемый суд, имеются многочисленные гематомы на теле. Уважаемый суд, у нас доп. допрос был, но пока все. Сторона обвинения. Уважаемый суд, на прошлом судебном заседании по ходатайству стороны защиты мы подключили интернет, в то же время сторона защиты хотела раздать мобильный данный интернет. После подключения мы просмотрели Каспи-приложение через интернет. С этим WhatsApp перешел на обновление. На сегодняшний день WhatsApp был обновлен, однако при попытке открытия данного приложения пишет «Истек срок действия версии WhatsApp» и снизу «Обновить». Но когда нажимаешь «Обновить», она не обновляется. Интернет работает. С этим не обновляется WhatsApp. Какие предложения теперь? Сторона обвинения. Какие предложения? Не знаю, заново попробуйте обновить, но сейчас, на данный момент, интернет работает. Если есть специалисты, то можно показать специалистам. Уважаемый суд, данный телефон исследовался в ходе прошлого судебного заседания в полном объеме. Обеим сторонам была предоставлена возможность исследовать данный телефон. Я считаю, что в дальнейшем нет никакой необходимости. Уважаемый суд, данный телефон был по ходатайству стороны защиты обновлен, данный WhatsApp. А то, что мы до этого исследовали, мы полностью исследовали, вплоть до заметок. То есть и сторона защиты также обращала внимание на это. Поэтому, я считаю, вообще нет необходимости возвращаться к исследованию данного телефона. Переписки, которые, сторона защиты говорит, что можно и необходимо просмотреть переписки с Бешимбаевым. Так давайте посмотрим тогда телефон Бешимбаева. И обозреем эти переписки, исследуем в суде. Поэтому, я считаю, нет необходимости уже возвращаться к этому телефону. Прошу, защитник. Уважаемый суд, значит, удаленный доступ к iCloud данного телефона имеется только у брата погибшей, это потерпевшей, который сам работает в IT-компании. Имеет такие возможности. Я считаю, что данный телефон нам необходимо отправить на компьютерно-техническое исследование, поставить перед экспертом соответствующие вопросы для того, чтобы он мог открыть переписку в WhatsApp. Мы знаем, что у нас научные возможности, так сказать, технические возможности не составляют никаких проблем все это дело восстановить всю эту переписку. Поэтому, уважаемый суд, я ходатствую о том, чтобы нам назначили по данному телефону компьютерно-техническое исследование. Иначе у нас получается, что прячут от нас содержимое данного телефона в части переписок. Это имеет большое значение для данного уголовного дела. У вас ходатайство в стороне защиты? Прошу сделать замечание в стороне защиты. Что значит прячут, какие обвинения IT-компании имеют доступ к iCloud? Он сейчас огульно обвиняет моего доверителя в том, что он что-то сделал с телефоном с алтанатом Кеновой? Я прошу сделать в этой части замечание. Так, у вас ходатайство в стороне защиты? Да, уважаемый суд, вы задали вопрос прокурору, что предлагаете сделать. Я также предлагаю вот это. Все, ваше ходатайство услышано. Прошу высказать мнение участников процесса по ходатайству защитника. Остальные защитники поддерживаете? Да, уважаемый суд, в полном объеме. Поддерживаю. На рассмотрение суда. Можно? Уважаемый суд, я полностью поддерживаю ходатайство моего коллеги. Почему? Потому что, получается, этот сотовый телефон, это фактически жизнь с алтанатом Кеновой. И поскольку в WhatsApp-переписке есть переписка не только с братом, не только то, что следователь выборочно взяла, она взяла переписку с мамой подсудимого, потом с братом, получается, с алтанатом Кеновой. Но, однако, там есть переписки с психологом, также есть переписки, которые могут подтвердить, либо опровергнуть ранее представленные стороной обвинения переписки свидетелей, которые были здесь допрошены. В связи с чем мы просим, поскольку в материалах уголовного дела имеется в 11 томе только дополнительный протокол осмотра телефона Нукеновой, где указываются в том числе видео и фотографии, 1609 фотографий и 280 видео. Я поддерживаю заявленное ходатайство о направлении этого телефона на полноценное исследование, что и должно было сделать изначально органам досудебного расследования. В первый раз не могли обойти пароль, но затем, как только спросили нашего подзащитного, он этот пароль представил, в связи с чем я поддерживаю ранее заявленное ходатайство. У остальных защитников какое мнение? На усмотрение, уважаемый. Так, подсудимый Байжанов, мнение по ходатайству? На усмотрение, сюда. Подсудимый Бешимбаев, мнение по ходатайству? Я поддерживаю следующее. Так, потерпевший его представитель, мнение по ходатайству? Уважаемый суд, я прошу отклонить данное ходатайство, так как в ходе прошедших судебных заседаний целый рабочий день был потрачен на то, что мы исследовали телефон Салтанат Макену. Это во-первых. Во-вторых, сейчас сторона защиты апеллирует тем, что якобы брат имеет доступ к iCloud и так далее. Уважаемый суд, я прошу обратить внимание вас и присяжных заседателей, что пароль к телефону Салтанат Макеновой был предоставлен как раз-таки подсудимым самим Бешимбаевым, так как он имел доступ к ее телефону постоянно. Какие-либо, уважаемый суд, манипуляции с данным телефоном мог производить только он, в том числе и удаленно. Далее, прошу обратить внимание, уважаемый суд, что в ходе исследования данного телефона, когда мы зашли в WhatsApp, было обнаружено, что WhatsApp переписки в данном телефоне имеются только от 3 ноября. То есть в период с 3 по 9 ноября. В связи с чем, уважаемый суд, исследование дальнейшего данного телефона ни к чему не приведет. Так как 3 ноября после неоднократных, уважаемый суд, попыток мы видели, что никакой переписки до этого нет. Это, во-первых. Во-вторых, уважаемый суд, если сторона защиты ходатайствует об истребовании предоставления данного телефона на исследование с каким-то специалистом и так далее. Уважаемый суд, я думаю, что в этом необходимости нет в связи с тем, что у нас имеется в материалах дела, в качестве вещественного доказательства, телефон подсудимого Бешимбаева, у которого есть переписка с Салтанат Нукеновым. В связи с чем, уважаемый суд, в настоящий момент я прошу отклонить ходатайство стороны защиты и перейти к исследованию телефона Бешимбаева. Тем более, пароль он обещал неоднократно нам сообщить. Так, потерпевший такое же мнение? Уважаемый суд, я поддерживаю своего адвоката Расбахова. Это, во-первых. Во-вторых, раз уж сторона защиты признала меня специалистом в IT, я, наверное, дам себе позволю себе дать разъяснение, что через iCloud невозможно появлять на WhatsApp. И доступа к iCloud у меня нет, потому что телефон находится у следствия. Для того, чтобы зайти в iCloud, нужно, там двухфакторная аутентификация, то есть нужно ввести либо пароль с телефона, либо пароль с СМС, который приходит для того, чтобы зайти. Это, в принципе, все есть в открытом доступе, можете ознакомиться с правилами. Так, прошу, представитель потерпевшего мнения. Да, уважаемый суд, я поддерживаю свою коллегу и нашего доверителя и хочу обратить внимание на те доводы, которые были в обосновании заявленного ходатайства, изложенные защитником адвоката Рамазановой. То есть она сказала о том, что следователь вытащила только те переписки, которые были 20-го числа, потом с мамой подсудимого. Но я хочу обратить внимание, что перед следователем не стояла задача исследовать полностью всю переписку и всю личную жизнь с алтанатной кенбой. Вопрос стоял об исследовании и закреплении тех доказательств, доказательств по тем обстоятельствам, которые изначально были отражены в квалификации «Дея не подозреваем». Это эпизод по истязаниям и все, что касалось эпизода убийства. Сторона обвинения, прошу. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, прошу обратить внимание. В материалах уголовного дела также имеются сведения о том, что данный телефон был активирован 2 ноября 2023 года. На прошлом судебном заседании мы смотрели переписку Нукенова с Бешимбовым, которая начиналась 3 ноября 2023 года. То есть ходатайство стороны защиты сейчас клонит на то, чтобы вытащить переписки с WhatsApp с 1 августа 2022 года. Такой возможности, я считаю, тут не имеется. С этим ходатайство стороны защиты прошу отказать. Реплика – это краткое высказывание, если вы вдруг забыли. Спасибо за напоминание. Уважаемый суд, я хочу высказать свою реплику по поводу того, что якобы представитель потерпевшего указывает на то, что у нас Бешимбаев имел доступ к телефону и показывает, что якобы сейчас Бешимбаев там все удалил. Но прошу не забывать, что Бешимбаев находится под стражей, у него нет технической возможности как-то вообще к доступу к компьютеру. В отличие от тех, кто находится на свободе. И хочу еще также сказать, что если здесь, зачем бояться стороне потерпевшей показать телефон присяжным? Я считаю, что для объективности и полноты ничего страшного здесь нет. Если боятся, тогда почему боятся? Реплика – короткое высказывание. Пускай объяснят. Суд считает необходимым в удовлетворении ходатай со стороны защиты об направлении сотового телефона потерпевшей Нукеновой на компьютерное техническое исследование. Суд считает необходимым отказать. В предыдущем судебном заседании сотового телефона Нукеновой был исследован судебном заседании с участием участников процесса. Значит, скриншоты с телефона имеются в материалах уголовного дела. В связи с этим, на данном этапе осмотр сотового телефона Нукеновой суд считает завершенным. Возражение можно? Так, одну минуту по поводу возражений. Сторона защиты, прошу садиться. Согласно статье 344 Уголовно-процессуального кодекса постановления, вынесенные в ходе главного судебного разбирательства по вопросам исследования, доказать обжалованию, а протестованию не подлежат. Несогласие с решением суда вы можете отразить при написании апелляционной жалобы. Так, продолжим судебное заседание. Возражение. Я в порядке ст. 70. У защитника имеется право высказать возражение на действия председательствующего. Я сейчас не обжалую ваше постановление. Я просто хочу вам сказать, уважаемый суд, вы ведете суд однобоко, только беря в пользу потерпевших. Здесь явно видно, что надо телефон скрыть, что есть техническая возможность, что эксперт может определить, кто удалил и когда удалил оттуда все переписки. Потом вы говорите, что мы исследовали переписки. Мы не исследовали переписки. В прошлый раз просто прокурор, он исследовал скриншот, он смотрел фотографии. Мы не дошли до переписок. А когда только дошли до переписок, все сказали, что обновляется, обновляется и в конечном итоге нам не дают. Но вы знаете требования уголовно-процессуального кодекса, вы знаете требования нормативного постановления об оценке доказательств. Обязательно мы должны проверить источник происхождения и сверить его. А вот эти скриншоты, которые следователь приобщил, с оригиналом, который находится на техническом устройстве, с которого были сняты скриншоты, это просто копия. Мы не можем по копии без оригинала сейчас судить подсудимого. Вы это прекрасно знаете. В связи с этим, уважаемый суд, я высказываю возражения на ваши действия. Возражения защитника отклоняются в связи с тем, что в предыдущем судебном заседании сотовый телефон Нукеновой был исследован судебным заседанием. Все скриншоты были оглашены государственным обвинителем. Помимо этого еще были оглашены заметки, которых не было в протоколе осмотра сотового телефона. И продолжим судебное разбирательство. Уважаемый суд, можно сообщить суду и присяжным заседателям важную информацию. Я пыталась деньги перевести на данный телефон и сообщение в Каспии. По номеру телефона не найден клиент. Это означает, что поскольку оператор сотовой связи вероятнее всего через 2-3 месяца номер может перейти к другому человеку или еще что-то, в общем, этот номер телефона не найден. Так, продолжим судебное следствие. В предыдущем судебном заседании производился допрос подсудимого Байжанова. Производился допрос подсудимого Байжанова. Имеются ли у участников процесса вопросы к подсудимому? Прошу защитить. Уважаемый суд, разрешите, у меня дополнительные вопросы есть, повторяться не буду. Прошу, подсудимому Байжанову. Можно огласить? Еще раз. Ходатство можно огласить? Сейчас допрос Байжанова завершим, потом. Прошу. Пока мы не ушли далеко, можем по фотографии задать вопрос потерпевшему? Прошу садиться, никто вас не ущемляет, прошу садиться, закончим допрос Байжанова, потом вы заявите свои ходатства. Тогда я вынужден опять выразить возражение на действия председательствующего. На стадии, когда мы стороны заявляли ходатство, и дошло до того момента, когда мы должны заявлять ходатство стороны защиты, вы прерываете, значит, эту стадию заявления ходатства и переходите к допросу подсудимого. Я возражаю, вы ущемляете права, и как только доходит до стороны защиты, вы сразу начинаете прерывать. Поэтому вынужден высказать возражение на ваши действия. Так, возражения стороны защиты суд считает необоснованными и отклоняются, поскольку в предыдущем судебном заседании начался допрос подсудимого Байжанова, мы его допрос не завершили. У защитника Байжанова имеются к нему вопросы. Стороне защиты только что было разъяснено о том, что после допроса Байжанова они вправе заявить свои ходатайства. Однако, несмотря на это, сторона защиты всячески пытается вести присяжных заседателей в заблуждение, высказывая необоснованные возражения. Прошу, переходим к допросу подсудимого Байжанова. Сместо можно вложить? Вы же предоставили возможность потерпевшим заявить ходатайство. Почему стороне защиты не даете? Прошу садиться, защитник. После допроса подсудимого вы имеете полное право заявить свое ходатайство. Еще раз вам разъясняю. Сохраняйте спокойствие. Прошу, подсудимый Байжанов. Допрос Байжанова. Байжанов, подсудимый. Переводчики есть? Микрофон есть у переводчиков? Передайте микрофон переводчику. Бахчан, скажите, пожалуйста, вы сообщали следователю о том, что видеозапись была удалена? Если да, то когда и при каких обстоятельствах? Тот же день, 9 ноября. Я сразу сообщил, что я сам просил удалить видеозапись. При каких обстоятельствах? Это свободный рассказ или при допросе? В свободном рассказе. Вас допрашивали в ту ночь? Да, сразу допросили меня. В протоколе есть ваше сообщение? Да, есть. В тот день вас, в ту ночь вас в качестве кого допрашивали? В качестве свидетеля, либо в качестве подозреваемого? В качестве свидетеля. В момент допроса в качестве свидетеля, вы знали, что или предполагали, что удаленную видеозапись могут восстановить? Нет, не знал. Следующий вопрос. Кто сообщил следователю о том, что после обеда вы с телефоном Салтанат поехали в Фитнес-Палас, а затем возле торгового дома Кирвин-Сити передали телефон своему помощнику Абил? Кто об этом сообщил следователю? Я сам сообщил. Когда? В тот же день, 9 ноября. В качестве свидетеля, когда вас допрашивали? Да. Следующий вопрос. Почему, будучи обвиняемым в создании алиби для Бишимбаева, вы сами рассказали об этом следователю? Не кажется ли вам, что таким образом вы раскрываете себя Бишимбаева? Где логика? Я не знаю, о чем думал Бишимбаев. У меня ничего такого подозрительного не было, плохих мыслей. Вахчан, я вас правильно понял? Вы в ту же ночь, в качестве свидетеля, сообщаете следователю, что удалили видеозапись и также пронесли телефон Салтанат? Да. Следующий вопрос. Есть предположение, что в целях обеспечения алиби для Бишимбаева вы создавали ложные следы геолокаций, проезжая с телефоном Салтаната через фитнес-палас и передав его своему помощнику. Вопрос. Почему тогда, вернувшись в гастроцентр, вы сообщили врачу, что Салтанат спит, выражая при этом свою обеспокоенность? Разве это не противоречит вашему предполагаемому плану? Может быть, защитник по-другому как-то сформулирует вопрос, потому что здесь уже идет как бы и вопрос, и ответ. Хорошо. Когда вы 15.30 возвращаетесь, почему вы сообщаетесь врачу, что Салтанат спит? У меня не было никаких таких мест, Вишимбаев сказал, что Салтанат не просыпается в то время. Я позвонил врачу. Следующий вопрос, Бахчан. Скажите, пожалуйста, про нашатырный спирт у вас неоднократно спрашивали, задавали вопрос, намекая на то, что вы причастны к исчезновению флакона, либо содержимого. Вопрос. Кто впервые сообщил о нашатырном спирте следователю? Каким образом следствие узнало об этом? Я сам 17 ноября сообщил об этом следователю. То есть следствие было известно только с ваших слов? Я, мельник, извинен. Да, с моих слов. Вопрос. Сторона обвинения считает, что вы не донесли преступление, и вам предъявлено соответствующее обвинение. До сих пор не могу понять, в таком случае, кто все-таки в итоге донес и вызвал полицию? Кто полицию, а как полиция узнала о совершенном преступлении? Я тоже сам до сих пор не могу понять, почему это обвинение меня предъявляет. Вот я же сообщил скорую. В конце концов, я сообщил скорую. Скорую там дальше в милицию сами позвонили. Вопрос. А что именно побудило вас вызвать скорую? Были ли какие-то внешние факторы? Например, едет полиция с включенными мигалками, или едут родственники салтанат, или что-то еще что заставило вас вызвать скорую? С предположительного характера виден, например, не пойдут. Они не могут быть заданы подсудимому. Перефразируйте вопрос по-другому. Принесли. Хорошо. Что вас побудило вызвать скорую помощь? Я Бишимбаев вызвал меня, я сказал, что пульса нет, я не обнаружил пульс. Так, переводчик, внятно, громко, и не надо торопиться. И я сразу позвонил в скорую помощь. А были ли другие факторы? Так. Последний вопрос. Скажите, вы упоминали о давлении со стороны Бишимбаева. В следственные изоляторы к вам приходили посторонние люди? Если да, то кто они? Когда это было? И что они вам говорили? Да, мне приходил Бауржан Мусин четыре раза. Это после отбоя, меня вытащили из камеры. Я пошел к нему, и рядом Бишимбаев стоит. Ну, получается, он хотел встречу организовать. Я сразу развернулся, ушел. Администрацию сказал, чтобы он больше мне не подходил. Потому что я не просил, чтобы он приходил ко мне. Мои адвокаты не просили. Нет, он все равно два-три раза приходил после этого. И всегда пытается он поставить меня против к семье Салтанат Бауржан Мусин. Не знаю, кто он. А кто он? Уточните. Я не знаю. Представляли администрации Либишимбаев? Ну, все говорят, общественник. А вы где встречались с ним? Поподробнее, в какое время, когда и где? В следственном изоляторе. Там все записи есть. В конце концов, в видеокамере есть. Можно все это восстановить. Это в коридоре, в помещении? Где-то, в камере? В помещении. В каком? В следственном изоляторе есть помещение. Я не знаю, это как называется помещение. Где адвокаты встречаются с подзащитными? Или это другое помещение? Нет, в другом, в другом месте. А в какое время? Это в таксофон. Один раз после отбоя он пришел. Это время, скажите, отбой обеданный или вечерний? Нет, вечерний отбой, после десяти. После десяти он приходил к вам? Конкретно, что он вам говорил? Я вот не слушал его, я ему сказал, все, если вы хотите встречу организовать, я не буду, я развернулся, ушел. Нет, я так понял, вы все-таки встретились, да? Да. Или хотели просто, попытались организовать встречу? Нет, рядом Бешимбаев стоит. И я развернулся, ушел. Это во всех случаях, да, четырех Бешимбаев стоял? Нет, только один раз. А в остальных случаях? В остальных случаях он сам пришел и постоянно пытается, что меня поставят против семьи Салтанат. По-конкретнее здесь можете сказать? Ну, по-конкретнее там, ну, он все время говорит, экспертиза показала, она была пьяная, она была пьяная, вот так. Уважаемый суд, пока у меня других вопросов нет. Прошу, защитник. Адвокат Секеров. Бахажан, скажите, пожалуйста, мы правильно можем понимать, это Баужан Мусин, общественный защитник, который именно по правам защиты прав граждан, правильно же? Ну, возможно, я не знаю, кто он. Спасибо. Так, у остальных защитников имеются вопросы подсудимому Байжанову? Нет вопросов? Да, имеется. Прошу, защитник. Уважаемый суд, позвольте огласить показания Байжанова, в которых имеется противоречие между теми показаниями, которые он дает в суде и которые он давал в наследстве. Какие именно показания? Сейчас, секундочку. Тон 2, лист дела 138. От какого числа, можете сказать? От 10-го. Уважаемый суд, он же в этой части вроде уже говорил, да? Что у него был другой адвокат? Да. Так, у вас ходатайство защитника об оглашении показаний подсудимого, данные... Да, потому что он, я объясню почему, расхождение. Он говорит, что якобы был другой адвокат, который ему рекомендовал не сообщать определенные сведения. Однако, в этом допросе, он никакого адвоката не... Уважаемый суд, просим сделать замечание, это не прения. Пока сейчас выводы делать рано, я думаю. Нет, я объясняю, в чем расхождение. Я объясняю, в чем расхождение. Расхождение в том, что он говорит, что якобы адвокат его виноват. Он перейдет к оглашению показаний, разъясняя, в чем происходит расхождение. Вроде всегда было правило такое объяснить, в чем расхождение, потом читать. Где имеется противоречие? Если достаточно просто сказать, давайте, есть расхождение, тогда давайте так будем заявлять. Я извиняюсь, да, то, что в свою очередь не дожидаюсь, но я прошу внимания обратить, то, что Байжанов был допрошен в качестве свидетеля. Есть соответствующие нормы УПК, которые регламентируют, в каком случае лицо, допрошенное в качестве свидетеля, в дальнейшем ставшее подозреваемым, и как его показания в статусе свидетеля могут расцениваться органам досудебного и органам, ведущим уголовный процесс, когда он уже находится в статусе подозреваемого. Прошу это учесть или отказать? У остальных защитников какое мнение по ходатайству защитника? Прошу, защитник, мнение хотите сообщить? Уважаемый суд, да, в качестве свидетеля, когда он допрашивался, соответственно, ему разъясняли его права, дача заведомо ложного показания. Прошу на это обратить внимание. Так, представитель Потепеша, давайте сначала выслушаем защитников, сейчас до вас дойдем. Прошу садиться. Остальные защитники, мнение? Держим. Уважаемый суд, мы просим отказать. Почему? Потому что он по этому вопросу уже дал исчерпывающий ответ. В предыдущем суде на заседании. Хорошо. Да, уважаемый суд, мы полностью возражаем и смеем коллеги с представителем Потепеша и адвокатом врачом согласны. Спасибо. Хорошо. Защитники из числа близких родственников, мнение? Вы тоже против? Против, да? Хорошо. Подсудимый Байжанов, у вас какое мнение? Нет, я готов ответить. Но раз адвокаты не хотят... Поддерживаете своих защитников? Поддерживаю, да, своих защитников. Так, подсудимый Бешумбаев, мнение по ходатайству? Я своих защитников. Так, прошу представителей потерпевшего, потерпевшим мнение. Уважаемый суд, вот сейчас адвокат Кусаинова как раз и обратил внимание, что он был запрошен под присягой свидетеля. Лицо, которое допрашивается и дает показания в качестве подозреваемого, оно освобождается и не может нести какую-либо ответственность за отдачу, в том числе ложных показаний. Поэтому, о чем сейчас говорят защитники? Есть прямые запреты, есть прямые положения в УПК, и мы должны их соблюдать. Если Байжанов сам изъявит или захочет дать соответствующие показания или разъяснения, почему он говорил, это его право. Но это никак не право стороны защиты другого подсудимого для того, чтобы искать в его показаниях какие-либо противоречия. Уважаемый суд, я прошу данные ходатайства отклонить по следующим основаниям. Во-первых, в ходе прошлого судебного заседания целый день Байжанов в качестве подсудимого был допрошен. В полном объеме дал показания. В связи с его показаниями у нас в настоящий момент идут дополнительные вопросы. Все показания, данные, данным подсудимым, а именно Байжановым на стадии досудебного расследования, в соответствии с частью 3 ст. 112 не могут быть не оглашены. И тем более не могут положены в основу доказательств. Потому что, уважаемый суд, у него был на тот момент статус свидетеля. В связи с чем, уважаемый суд, данное ходатайство должно быть отклонено. Прошу его отклонить. Можно дополнить еще? Хорошо. И еще, уважаемый суд, хотел дополнить то, что со ссылкой на то, что он был допрошен под присягой, Байжанов, как я уже говорил, он сейчас в статусе подсудимого уже. Его невозможно привлечь за дачу ложных показаний по данному делу, если он их давал в статусе свидетеля, будучи в настоящий момент уже подсудимым. Потерпевшим мнение по ходатайству? На осмотрение суда. Сторона обвинения, прошу. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, согласно части 3 статьи 112 УПК, показания данной подозреваемого в ходе его предварительного допроса в качестве свидетеля не могут быть признаны в качестве доказательства, а также положены в основу обвинения подозреваемого. В связи с этим, прошу данному ходатайству отказать. Кстати, 368 УПК предусматривает оглашение показаний подсудимого данной в ходе досудебного производства по делу. Допрос, о котором говорит сторона защиты, содержащаяся в томе втором листе дела 138, были даны Байжановым в качестве свидетеля. По этой причине, учитывая, что показания данные в качестве свидетеля не могут быть признаны судом допустимым доказательством и положены в основу обвинения, суд считает необходимым удовлетворение ходатайства защитника в этой части отказать. Но вместе с тем, разъясняя защитнику в материалах уголовного дела имеются другие допросы подсудимого Байжанова, уже данные им в качестве подозреваемого, в качестве свидетеля, имеющего право на защиту. Так, если других заявлений ходатайств не имеется, прошу. У меня в связи с этим вопрос подсудимому Байжанову. Хорошо не огласили? Хорошо. Уважаемый подсудимый Байжанов, скажите, почему вы говорите, что якобы первый адвокат вам мешал дать показания против Бешимбаева, изобличающий его, плохо его выставляющий. Однако вы в своем первоначальном допросе без участия адвоката даете такие показания. Что можете пояснить? Нет, скажите, где расхождение есть мне? Вот объясните. Я вот на все ваши вопросы отвечу. Так, сторона защиты первые показания. Какие показания вы имеете? В качестве свидетеля он говорит. В качестве свидетеля он не был предметом исследования. Дальше, следующий вопрос. Тогда можно огласить показания, которые он уже давал в присутствии адвоката нового Антопаева? Показания от 17 ноября 2023 года. От 17 ноября 2023 года где они содержатся? Том 15, лист дела 26. Какие противоречия там имеются? Противоречия по поводу того, что здесь он не говорит о том, что видел постоянно Салтанат с синяками. Однако в своем допросе он говорит, что часто видел ее с синяками. Также здесь противоречия есть по поводу того, что он не сообщает о том, что он разговаривал 20 марта с детьми Бешимбаева, который ему пояснили, что брат Салтанат, взяв нож в руки, попытался убить нашего папу, схватив ранью за затылку. Так, нет необходимости дальше оглашать. Вы можете краткое содержание сказать? Краткое содержание, что он, получается, умалчивает о тех показаниях, которые... Прошу высказать мнение участников процесса по ходатайству защитника. Есть возражения у участников процесса? Нет, уважаемый суд. У остальных защитников? Уважаемый суд, мы просим отказать. Почему? Потому что, уважаемый суд, его свободный рассказ. Он какие-то моменты может вспомнить, какие-то моменты вспомнить позже, уважаемый суд. И он лишь не лишается правду рассказать уже в суде. Позиция понятна. Позиция понятна ваша. Так, у остальных участников процесса какое мнение? Защитники все высказались? Подсудимый Байжанов, мнение какое? Я поддерживаю своих защитников. Так, подсудимый Бешимбаев, мнение? Я поддерживаю своих защитников. Потерпевшие его представители? На усмотрение. Сторона обвинения? Мы не возражаем огласить, уважаемый суд. Так, согласно статье 368 Уголовно-процессуального кодекса, показания данные подсудимым в ходе досудебного расследования в случае установления противоречий подлежат оглашению и устранению противоречий. По этой причине ходатайство стороны защиты удовлетворить, огласить протокол допроса подсудимого Байжанова, содержащийся в томе 15. Передайте, пожалуйста, 15-й том стороне защиты. Протокол дополнительного допроса подозреваемого Байжанова от 17 ноября 2023 года. Присутствие адвокатов Антахпаева, Касенова. Листы? Лист дела 26-28. Следователь вам задает вопрос, почему Бешимбаев и Нукенова ссорились, и когда они ссорились, и когда они ссорились, вы когда-нибудь слышали, что они говорили друг другу? Ответ. Я не знаю, почему они ссорились, и я никогда не слышал, не был рядом, не слышал их, когда они ссорились. Вот в связи с этим вопрос. Вот вы говорите, что виноват первый адвокат, да? Сейчас в этот допрос вы даете в присутствии второго адвоката. Теперь можете пояснить? В суде вы нам сказали, что они ссорились, потому что он там не давал ей покоя, и так далее, бил. А здесь вы не говорите про это? Вы говорите, я не знаю, никогда не слышал, никогда не видел. Что можете пояснить? Уважаемый суд, прошу снять этот вопрос. Почему? Потому что он не назвал причины ссор ни разу, такого не было. Сейчас вот как вводится облуждение. В суде он пояснил, что якобы... Он сказал, очередной скандал, но он не говорил, кто инициатор этого скандала. Из-за чего? Вот таких слов не было. Он же сказал, встречался с Санукеновой в аэропорту, и разговаривал по душам, она ему рассказала. Как это? Такого не было. Тогда вам нужно переформулировать вопрос, наверное. Я переформулировал, я прочитал то, что ему следователь задал, его ответ... Прошу, подсудимый, ответ есть на вопрос? Да, при мне они не ругались, но 17 ноября я дал показания, они часто ругаются. Причину я не знаю, мне неизвестно. Мне вот 9 ноября только сказал Бешимбаев, что из-за прошлого отношения с Салтанатом они ругались все время. То есть, получается, вы отрицаете, что с Салтанатом разговаривали по поводу причинных ссор? Ссор, да? В аэропорту, когда его встречали? Почему я отрицаю? Нет, мы разговаривали с Салтанатом. Мы общались минут 10-15. И не знаете причину ссору, да, по этому вопросу? Именно тогда, на тот момент я не знал причину ссору. Следующее. Ваши показания. В доме у Бешимбаевых были дети по имени Карим 2011 года и Ранья 2013 года. Когда я у них спросил, что случилось, они были испуганными. Дрожали и рассказали мне о том, что брат Салтанат Айтым, взяв нож в руки, попытался убить нашего папу и схватив ранью за затылок, пугал ее словами Бешимбаева. В этот день Айтым, получив от Салтана пароль электронного замка, сам открыл дверь и вошел. Можете пояснить, почему вы данное обстоятельство не рассказали в своем свободном рассказе? Да, я со слов детей, они, дети, мне сказали. Про пароль мне сам Бешимбаев сказал, он с паролью зашел. Но про нож я сам не видел этот нож. Слышал, что нож был там. Ну почему вы это не сообщили? Я же сообщил, показания дал, что конфликт был. Вы хотели выглядеть хорошо? Прошу снять этот вопрос. У нас дело рассматривается об убийстве, а не о действиях брата погибшей. Я сейчас скажу, какое отношение имеет дело. Если человек дает показания, пытаясь выслужиться перед потерпевшими, естественно, он будет обвинять подсудимым и скрывать, которые неудобны для себя. Защитник, вы слышите мой голос? Да. Суть делает вам замечание за ваши личные высказывания. Вы можете высказываться по материалам уголовного дела, но делать какие-то личные необоснованные высказывания, это уже ваше дело, и в судебном заседании этого не стоит делать. Уважаемый суд, защита добавить? Хорошо. Уважаемый суд, Байжан сейчас, он как подсудимый, ему предъявлено обвинение соответствующее, и в рамках, в объеме этого обвинения он дает показания. А вот этот случай, уважаемый суд, почему он должен рассказать? Разве это его эпизод? Он же не свидетель здесь, уважаемый суд. Правильно. Прошу, защитник, есть вопросы? Да, и последний вопрос, не последний, вернее, вопрос, а вопрос тоже, я не буду оглашать показания из-за других материалов дела. Если сейчас подсудимый ответит. Вы, когда обедали или ужинали 9 ноября вместе с Бешимбаевым в ресторане, вы разговаривали с ним по поводу причин ссор между Салтанатой и им? Что он вам пояснил? Вопрос снимается, это уже выяснялось. Тогда можно огласить показания Байжанова от 8 декабря 2023 года, том 15, лист дела 65. Он пояснил совсем по-другому, не так, как давал показания. Так, прошу высказать мнение участников процесса. Имеются возражения по оглашению показаний подсудимого данных в ходе досудебного расследования? У стороны защиты есть возражения? Уважаемый суд, Байжанов, в принципе, он готов на все вопросы ответить, Поэтому, осмотрение сюда? У защитников из числа родственников нет возражений? Подсудимый Байжанов, мнение? Я готов ответить. Подсудимый Бешимбаев, мнение? Я подвечу. Потерпевшие его представители? Усмотрение суда. Сторона обвинения? Не возражаем. Так, ходатайство стороны защиты удовлетворить, Согласно статье 368 Уголовно-процессуального кодекса, Противоречия в показаниях подсудимого должны быть устранены. Пожалуйста, передайте 15-й том защитнику. Продолжение следует... Следователь задает вопрос... А, сейчас, допрос подозреваемого От 8 декабря, подозреваемого Байжанова от 8 декабря 2023 года, ЛИС, дело 65-67 Вопрос следователя Расскажите об отношениях Нукенова и Бешимбаева 8-9 ноября, по какой причине они начали ссориться? Ответ 9 ноября 2023 года, если не ошибаюсь, примерно после обеда, Когда мы с Бешимбаевым обедали в общем зале, Бешимбаев рассказал мне, что они оба поссорились, И донжинить бы с Нукеновой, Нукенова была любовницей хорошего знакомого Бешимбаева, И об этом он узнал только после свадьбы, Сказал, что эта история стоит у него в сердце, Продолжаю вспоминать эти слова снова и снова, Однако он мне не говорил, Он, кого Бешимбаева узнал об этой ситуации, Ну, перевод, видимо, некорректный. Так, и где противоречия? Под судем Байжанов то же самое говорил? Он просто сказал, что ссорились из-за прошлого, А там конкретно из-за чего они говорили? Я говорил уже. Он то же самое говорил? Противоречия где у вас? Уважаемый суд, он то же самое сказал, Но он не обязан прямо в точь-то же цитату приводить из допроса. Хорошо, тогда я снимаю свои вопросы. У остальных защитников есть вопросы под судимым? А можно сидя, да, уважаемся? Хорошо. Вот на вопрос своего защитника на прошлом судебном заседании Вы заявили, что о конфликтах вам стало известно По причине того, что на следующий день Вас привлекают ремонтировать кухонную мебель, Сломанные двери, продырявленные двери, Сломанное стекло. Можете объяснить по дням и по месяцам, Когда это было? И сколько? Вот пояснили 4 двери, когда это было? У меня на телефоне есть, я точной даты не помню. Я на телефоне могу все показать. Да, тогда скажите, вот 4 двери вы говорили, Ремонтировали. Да. Поясните, где эти двери находились, И что у них было сломано? Да, первая дверь, это санузел, это в Астане, Санузел, ручка сломалась. Санузел в квартире Бешимбаева? Да, в квартире Бешимбаева, да. Вторая дверь, это стеклянная дверь, Третья, это в Алмате. Стеклянная где находилась? Это в квартире Бешимбаева. Тоже в это же время? Я время, я сказал, не помню. На телефоне могу показать. Третья дверь с дыркой, это в Алмате, Дверь санузла. Четвертая дверь, спальная комната Бешимбаева. Получается 5 дверей с ресторана вместе. Не 4, 5, да. Хорошо. Уважаемый суд, можно по поводу дверей Уточнить у Бешимбаева? Хорошо. Подсудимый Бешимбаев, вот сейчас вам Подсудимый Байжанов рассказал про 4 двери, Которые он ремонтировал. Можете пояснить, что это за дверь И как это связано с Салтанатом? Ну, с Салтанатом это никак не связано, Потому что вот эта стеклянная дверь, О которой Байжанов говорит, Она была сломана вот потерпевшим В тот период, 20 марта, Когда он пришел, разбил квартиру. Вот этот эпизод упоминался. Дверь санузла, Там ничего сломано не было, Никаких дырок, это просто, Когда открываешь, ручка вылетела. Эти ручки постоянно вылетали, И вот даже приходил парень, Я не помню, который помощник Байжанова, Он тоже упоминал в своих показаниях, Что часто ручка ослаблялась Или отлетала, Поэтому ее приходилось иногда подтягивать. Что касается двери в мою спальню, Она была сломана, Там ничего сломано не было, Просто в свое время, еще до брака с Салтанат, Я потерял ключ, толкнул и, получается, Открыл эту дверь вот так, от спальни. И уже после, в процессе жизни, Салтанат, ей надо, У нее были драгоценности, Она хотела закрывать, Я попросил его починить, Но он так и не починил Эту дверь в спальню. Она так, по-моему, и осталась. Что касается двери в Алма-Ате, То она также была повреждена, Это когда мы переносили рояль, Где-то в феврале месяце Рояль требовала ремонта, У меня в Алма-Ате стоит рояль, Так как там было сыро, У него отошли вот, Ну, он же деревянный, У него начали отходить определенные части его, Его выносили, И тогда повредили дверь. Подсудимый, вы можете кратко сказать? Все двери, то, что были ремонтированы, Хотите сказать, что не связаны с потерпевшей? Я не то, что хочу сказать, Я это утверждаю, И это достоверно знаю. Вы уже вступили в детали Ножки дверей или ручки дверей. Ваша честь, я хотел бы... Так, следующий вопрос, прошу. Вопрос, можно подсудимый Бешимбаев До конца выскажется, не перебивая, можно? Задайте вопрос, он уже сказал. Он не докончил свою речь, Он сейчас, я услышал, он сказал. И у меня есть пояснение К показаниям Байжанова, Которые он давал, я хочу дать. Вы в прошлый раз у него спросили, Ваша честь, На последнем заседании, Вот последний вопрос был, А почему Бешимбаев к вам в СИЗО Обращался по вопросу на шатыря? А можно этот, я сейчас тогда... Так, одну минуту. Вопросы закончим. Одну минуту. Садитесь подсудимый, Сторона защиты, Есть еще вопросы Байжанову? Да, есть вопросы. Скажите, Вот прошлый текст допроса, Который вы в суде зачитали, Вы согласовывали этот текст с Бешимбаевым? Вы ставили его в известие о том, Что будете говорить в суде? Нет, почему я должен согласовать с ним? Ему было неизвестно? Конечно, неизвестно. Хорошо. Теперь скажите, А что он от вас мог требовать тогда? Дать какие-либо показания, Если ваши показания полностью подтверждают его показания? Что там? Скорую помощь, Он внизу на стакане сказал, Скажи, что мы вместе вызвали, Если нет, Мы с ним Харгаймон, С ним Басна Кельсин, С ним Балану Басна Кельсин. Так. Если нет, я тебя буду прогнать. Скажи, что. Пусть обернется для твоего ребенка. Так, защитник, следующий вопрос. Нет, подождите, я записываю, я записываю. Об этом подсудимый... Позвольте мне записать. Подсудимый об этом говорил в предыдущем судебном заседании. Он мне не сказал конкретно. Скажи, что скорую помощь вместе вызвали. Одну минуту. Защитник, суд делает вам замечание По поводу необоснованного оглашения показаний материалов дела, Несмотря на то, что противоречий не имеется. По поводу ваших вопросов повторных, Потому что в предыдущем судебном заседании Байжанов это самое и сказал. Есть другие вопросы подсудимому? Нет, уважаемый суд, позвольте не препятствовать нам реализовать право на защиту. Мы хотим выделить конкретно факты. По каким, что он от него требовал, какие показания. Вы больше времени тратите на возражения необоснованные. Задайте следующий вопрос. Когда в прошлый раз прокурор задавал необоснованные вопросы, Вы просто отстраненно сидели. Я несколько раз вставал, просил вас сделать замечание, Что он одно и то же задает. Однако вы даете предпочтение стороне обвинения. Ну дайте нам нормально отработать. Что тут такого, что присяжные это услышат еще раз? Что с этого случится? Защитник Газмжанов, вы намеренно затягиваете судебный процесс, Потому что заявили необоснованное ходатайство об оглашении показаний подсудимого, Хотя противоречий не было. Задаете одни и те же вопросы, которые ранее были. Несмотря на то, что Байжанов в предыдущем судебном заседании давал уже такие показания, Вы намеренно решили еще раз этот вопрос задаете и тем самым затягиваете процесс. Если у вас есть вопросы подсудимого, пожалуйста, задайте. Да, уважаемый суд, просто для связки следующего вопроса. И ваши необоснованные возражения еще больше затягивают рассмотрение дела. Следующий вопрос. Я просто объясню. Для связки, прошло же много времени, многие, может быть, забыли, что он отвечал. Я сейчас тоже хочу выделить. У меня просто следующий вопрос будет связан как раз с этими позициями. Скажите, скорую помощь что вместе вызвали? Однако у нас в показаниях Бешимбаев не говорил, что вместе с вами вызывал скорую помощь. Он сказал, что скорую помощь вы сами вызвали. Почему здесь... Уважаемый суд, этот вопрос прошу снять. В первом показании, в свободном рассказе, Бешимбаев сказал, он получил. После того, как задал этот вопрос я, он уже чуть-чуть по-другому начал говорить об этом. Можете ответить? Если вы сами... Снять этот вопрос. Нет, это важный вопрос. По-другому задайте вопрос. В чем интерес Бешимбаева задавать, говорить вам, дать такие показания, что вы скорую помощь вместе вызвали? Если уже он дал эти показания, зачем после этого с вас требовать? Здесь не кажется вам нелогично? Вы можете честно сказать причину? Вы просто, получается, огульно обвинили его, что он вас заставляет дать какие-то показания? При этом не можете назвать какие? Объясните, пожалуйста. Уважаемый суд, прошу сесть вопрос. Он ответил на этот вопрос. У него другого ответа нет, уважаемый суд? Вопрос снимается, потому что подсудимый уже отвечал на ваши вопросы. На эти же вопросы. Второе, что он просил у вас, какие показания дать? Вторая часть. Или только касается скорой помощи? Скорая помощь и нашатырный спирт. Так, по нашатырному спирту поясните, пожалуйста, что именно? Он просил, когда я дал нашатырный, ты скажи, что рядом стоял. Так. Вот все время там, да, вот, да, с ноября он говорит мне это, да, про нашатырный спирт. А в чем здесь выгода? Он же уже дал показания, что вас там не было, нашатырный спирт, он сам зажжет. Ну, потому что он со мной не договорился, все. Уважаемый суд, прошу снять вопрос. Выгода, невыгода, это вопрос предположительного характера. Подождите. Как этот вопрос может ответить Байжанов? Я перефразирую свой вопрос. Подсудимый Байжанов, я вам напоминаю, что вы здесь, получается, такую сцену показали, что, прошу отсадить, потому что он меня дает, требует какие-то показания. Прошу сделать замечание и снять вопрос. Я еще не задал вопрос. Я еще не задал, можете? Ну, вы сцену показали, говорит, уважаемый суд. Сделать замечание, пожалуйста. Правильно. Так, одну минуту. Показали, суду присяжных. Защитник, вы меня слышите, нет? Да, я слышу вас. Суд делает вам замечание, защитник, прежде всего за неуважение к суду, поскольку неуважение к суду расценивается и неуважение к остальным участникам процесса. Несмотря на то, что согласно закону об адвокатской деятельности указано о том, что вы должны относиться к коллегам по профессии в духе уважения, вы всячески пытаетесь, значит, высказать замечание в адрес защитников Байжанова и даже не пытаетесь выслушать их доводы, хотя они такие же защитники, подсудимые, точно так же, как и вы. Это, во-первых. Во-вторых, задайте вопрос конкретный. Вы одни и те же вопросы повторяете, тем самым затягиваете процесс. Прошу, защитник. Мой вопрос. Можно я его до конца задам, чтобы меня защитник, коллега, не перебивал? И суд тоже. Я задаю вопрос. У нас подсудимый Бешимбаев дал свои показания по поводу нашатырного спирта. После этого вы почему-то здесь показали суду, что якобы вас Бешимбаев склоняет дать показания по нашатырному спирту. Как это объясняется? Зачем ему это требовать, если он уже дал по нашатырному спирту? То, в пользу вас именно. То, что вы хотели. Что вас там не было. Такий вопрос какой? Вопрос. В чем логика здесь уговаривать? До дачи показания. Он уже сказал, что вас там не было нашатырный спирт, когда он применял. Вас там не было. Зачем после этого он будет вам говорить, от вас требовать, скажи, что вы там были? Я же говорю, вот с ноября он говорит мне это, да? До дачи показания он. Причем с ноября. Здесь вы сидели. Важаемый суд, прошу снять запрос. Так, сторона защиты, вы получили ответ на свой вопрос. Он просто ответил и все. А что он думал? Как думал? Следующий вопрос. Кроме скорой помощи, что вместе вызывали и нашатырный спирт, что вы там присутствовали, больше ничего не требовало от вас подсудимый Бешимбаев? Я сегодня сказал Бауржа Мусин. Я не знаю, кто он такой. Он четыре раза приходил ко мне. Там же, в конце концов, записи есть, видеозаписи есть, можно посмотреть. Он все время пытается... Что там от вас требовали в этот момент? Все время пытается... Вот, Салтанат сама была виновата, она была пьяная. Я говорю, Бауржа, посмотрите экспертизу. Нет ее живого места. Ну, при чем здесь Бешимбаев? Ну, потому что он, Бешимбаев отправляет его ко мне. Это ваше... Известно вам это? Известно мне, да. Известно. Первый раз, когда он пришел, сказал, да, вот, Бешимбаев отправил мне. Откуда вам стало известно? Он сам сказал, Бауржа Мусин. Хорошо. Можно присесть, да, Бауржа Мусин? Так. Вот, когда вы заявили в суде присяжных, и присяжным показали, что вас Бешимбаев просит дать определенные показания, просили отсадить, да? В это время Бешимбаев заявил суду, что он от вас просил какие-то документы. Вам известно, о каких документах говорил Бешимбаев? Нет, неизвестно. Не просил у вас Бешимбаев никакие документы? Нет, не просил. Следующий вопрос. Скажите, давал ли вам когда-либо... Сейчас, секундочку. Уважаемый суд, можно сейчас Бешимбаеву вопрос задать по поводу пояснения в части вот показаний Байжанова? Хорошо. Ваша честь, уважаемый присяжный, я хотел бы полностью дать пояснение по показаниям Байжанова. Он, конечно, все исказил. На протяжении всего нахождения моего в СИЗО он меня шантажирует тем, что не отдает мои финансовые документы. Моя мама инвестировала. Вот потерпевший показывал, что квартира в жилом комплексе Сенсата, что Байжанов работал в этой организации. Есть договор инвестирования, по которому моя семья, моя мама должна получить имущество оттуда. В свое время Байжанов занимался этим проектом, и поэтому я ему поручал, когда потерпевший обращался за скидкой, через Байжанова этот вопрос отрегулировать. С тех пор, с момента моего заключения, эти документы остались у Байжанова. Я, моя семья не может получить ни имущества, ни каких-то юридических прав на подписанный договор. Более того, когда Байжанов этим занимался, я обещал ему случай успешного исполнения этого проекта. Так, под судем обещаем вас. Нет, это очень важно, ваше честь. Вы отклоняетесь от объема предъявленного обвинения. Я не отклоняюсь, я хочу... По объему обвинения. Я хочу дать поясню. Так, если вы будете вступать в предрекание судом, суд будет вынужден отреагировать на это соответствующим решением. Ваша честь, я имею право себя защищать. Дайте мне объяснить присяжным, что происходит вообще. Вы отклоняетесь от статьи 340-й. Финансовые документы и то, что роль Байжанова в какой-то другой компании... Это имеет прямое отношение к показаниям Байжанова. Я вам еще раз говорю, если вы будете привлекаться судом, суд будет вынужден на это отреагировать соответствующим решением. А как вы хотите, чтобы я себя защищал, если я не могу дать показания? Вы можете рассказать по обстоятельствам, по показаниям подсудимого Байжанова. Я вам еще раз говорю, какие-то финансовые документы, роль Байжанова в других каких-то финансовых компаниях в объем обвинения не входит. Дело рассматривается только в объеме предъявленного обвинения. Прошу. Ваша честь. Позвольте, уважаемый суд. Дело в том, что сейчас подсудимый Бешимбаев хочет разъяснить и опровергнуть показания Байжанова. И именно мотив, почему Байжанов дал такие показания, он сейчас вам полностью раскроет, и присяжным будет это известно. И тогда это влияет на оценку правдивости показаний Байжанова. Позвольте подсудимому Бешимбаеву опровергнуть его показания. Конечно, он может опровергнуть, но финансовые документы, это все нет необходимости излагать суть документа. Хорошо, он же вам заявил, уважаемый суд, когда отсадите меня, он хочет меня склонить к каким-то показаниям. Вам Бешимбаев в это время заявил, он не отдает мне документы. Почему в этой части мы выяснили, значит, у Байжанова, что происходило между ними, а позицию Бешимбаева вы не хотите, чтобы присяжного услышали. Так, сторона защиты, суд делает вам замечание за опять то, что вы вводите в заблуждение всех участников процесса. Суд не говорил, что он не хочет выслушать его замечание. Суд только что сказал, нет необходимости вдаваться суть финансового документа, который отношения к делу не имеет. Это же по вашему мнению, у нас еще состав суда не только вы, но у нас еще есть присяжный заседатель. Они-то желают узнать это, почему вы решаете самостоятельно? Тем не менее, согласно статье 345-346 судебным заседанием руководит председатель, что если подсудимый будет излагать сущность какого-то финансового документа, который в материалах дела не имеет отношения к материалам дела, то суд будет останавливать. Сущность не будет. Хорошо, продолжайте. Нет, можно я закончу, ваше честь? Нет, я как раз к попытке вашего выступления по поводу финсата и неких проектов. Уважаемый суд, я прошу обратить внимание ваше, присяжный заседатель государственного обвинения на то обстоятельство, что после дачи, я вот сейчас смогу ошибиться, 1 или 3 апреля показаний Бешимбаевым, компания «Сенсата» официально опубликовала посты в разных социальных сетях и отреклась и показала, что не имеет никакой причастности, что семья Бешимбаевых не имеет никакого отношения к их деятельности. Поэтому я прошу обратить внимание на это. Можно я закончу свои показания, пожалуйста? Я не обращу внимания, здесь вопрос не стоит о сенсате, о каких-то отношениях подсудимый. Бешимбаев говорит, что он вкладывал в инвестиционный договор денежные средства, не он, то есть его семья в лице мамы. Вот в этой части, поэтому прошу не вводить в заблуждение, уважаемый представитель потерпевшего. Я хочу сказать, что вот в результате получено, если бы я ожидал получить, вот мама ожидала, что мы получим имущество определенное, я говорил Байжанову, если он нормально отработает, он занимался контролем расходов по этому проекту, он получит в виде бонуса по скидке, там по себестоимости, я предоставлю ему квартиру. На протяжении пяти месяцев он меня шантажирует тем, что и просит меня не говорить о том, что он регулярно заходил в этот вип-зал. Почему эпизод с нашатырем вы у него уточнили, а у меня не уточнили? А дело в том, что он в этот вип-зал зашел с нашатырем, он же и унес эту банку с нашатырем. Я вообще не знал, как им пользоваться, он там пять минут находился. И все это время я требую у него пять месяцев, требую у него документы вернуть. А он мне говорит, я верну вам только в том случае, когда вы в своих показаниях, если вы исключите мое присутствие в этом вип-зале. Что когда нашатырь я заносил, меня там не было, а он там находился пять-шесть минут. Он прекрасно видел, что Макенова спит и храпит. Более того, более того, это здесь он себя представляет таким деревенским парнем, да? На самом деле он все это время требует с меня эту квартиру, не отдает мне финансовые документы и шантажирует меня. Говорит, если вы дадите иные показания, которые я вас прошу дать, я вам не верну эти финансовые документы. Более того, войдя в сговор с моей бывшей женой, они украли машину. Так, подсудима Бишенбаев, это уже выходит вообще за пределы объема обвинения. Нет, это очень важно, Ваша честь. Вы объяснили свою позицию, прошу садиться. Так, если вы будете еще раз пререкаться с судом, я вынуждена буду вас удалить из зала суда за неуважение к суду. Вам понятно? Прошу садиться. Я хочу продолжить. Прошу садиться. Ваши садки, я прошу. Следующий вопрос Бишенбаева. Нет, это очень важно, я хочу продолжить. Раз уж он заговорил про этот нашатырь, чтобы уже далеко не уходить, Ваша честь, один вопрос буквально. Вот в своем свободном рассказе, это было 3 апреля, вы говорили про нашатырь вот так дословно, мы стенографируем ваши показания и не только ваши. И вот вы говорите, что вам занес Байжанов нашатырь, и вы говорите, как ею пользоваться? Я спросила, как им пользоваться? Она говорит, врач объяснил, на марле накапайте и к носу поднесите, дадите понюхать. Я говорю, хорошо, я зашел в зал, накапал на марле, дал ей понюхать. Она не отреагировала. То есть это вы непосредственно пользовались нашатырем. Я понюхал сам, у него такой был резкий острый запах. Почему она не реагирует? То есть, уважаемый суд, я хочу также обратить и ваше внимание, и внимание присяжных заседателей, что здесь Бешимбаев вводит заблуждение. Вы мне задали вопрос, разрешите мне ответить? Присяжных заседателей. Более того, я хотел бы все-таки объяснить. Вот Байжанов зашел в ВИП-зал, у него в руках был нашатырь. Здесь все-таки вопроса не было. Давайте, у нас здесь вопрос. Нет, я обращаю внимание суда. Вопроса не было. Вы сначала внимательно выслушайте сторону обвинения. Мне такое ощущение, что вы только себя слушаете. Вы защитник, не обращая внимания на остальных защитников. Разрешите мне продолжить мои пояснения, пожалуйста. Хорошо, тоже хочу обратить внимание. Если бы Байжанов заходил в кабинку, если бы Салтанат просыпалась, такое показание, по большому счету, выгодно для Байжанова. Он что, в ущерб будет себе говорить, что он не заходил и не видел? Понимаете? Ну вот где лойка здесь? Тогда позвольте обратить внимание тоже, да? Хорошо. Дело в том, что как зашел Бешимбаев в ресторан в 7 утра, он больше оттуда не выходил. Он не мог никуда деть этот нашатырный спирт. Единственный, кто свободно покидал ресторан и обратно входил в него, это был Байжанов. Сейчас он и объясняет, что нашатырный спирт остался у него, и он его отнес к себе в машину. Поэтому здесь я прошу обратить внимание суда, что суда присяжных по поводу, куда делся нашатырь. Это логичное объяснение. Единственный человек, который сюда ходил. Разрешите мне еще дать пояснение? Против того, что сейчас заявляет присяжный адвокат Газмжанов, он говорит, он никуда не выходил. Однако нам достоверно известно, со слов самого Бешимбаева, что он встречался с некими женщинами, ВИП номер 4, переодевался, ходил туда. Таким образом, уважаемый суд, куда вделся нашатырь, знает только сам Бешимбаев, потому что он его использовал. Сейчас сторона защиты намеренно вводит в суд заблуждение присяжных тоже. Прошу защитник, не вам слово предоставлено, защитник Газмжанов, вам слово не предоставлялось. Уважаемый суд, уважаемый присяжный заседатель, хотел бы обратить также внимание о том, что в свободном рассказе, в своем пояснении, когда давал Бешимбаев показания, он об этом не сообщал. Обратите внимание, когда наш подзащитный начал говорить здесь все правду и сообщать все, что было в ходе следствия, и сообщать также здесь, в зале судебного заседания, Бешимбаев, соответственно, поменял сейчас показания. И на сегодняшний день подтвердил у нас государственный обвинитель. Спасибо. Уважаемый суд, разрешите? Уважаемый суд, обратите внимание. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели. Дело в том, что все, что сейчас зачитал прокурор, Бешимбаев полностью говорил, он это и подтверждает. Но в части нашатырного спирта он дополняет. И ничего нового он не сказал. Поэтому на это прошу обратить внимание. Так, подсудимому Байжанову есть вопросы у участников процесса? Есть, есть, я же не закончил. Мне показалось, что вы плавно перешли обратно к допросу подсудимого Бешимбаева. Есть вопросы Байжанову? Да, еще у меня вопрос, продолжение к Бешимбаеву. Какие взаимоотношения? Байжанову вопрос. Я к Бешимбаеву не закончил. Давайте дайте возможность другим участникам процесса задать вопросы подсудимому Байжанову. Нет, уважаемый суд, я вынужден выразить на ваши действия опять возражение. Вы вынуждаете, вы защиту просто блокируете. Не даете подсудимому высказаться, не даете нам задать вопросы. Мы просто чувствуем, что это как-то однобокий процесс. У нас суд превращается в судилище. Все против одного Бешимбаева. Одну минуту. Я хочу сказать возражение, надеюсь, адвоката. Я еще не закончил свое возражение. Но мы вас поняли, уважаемый адвокат, мы вас поняли. Как раз таки... Так, одну минуту. Почему вы не говорите меня перебиваете? Спокойно, одну минуту. Так, прошу садиться всех участников процесса. Прошу садиться всех участников процесса. Подсудимый Байжан, тоже прошу садиться. Суд считает необходимым обсудить вопрос об унесении частного постановления в отношении защитника Газмжанова за неоднократное неуважение к суду на протяжении судебного заседания. По этой причине суд удаляется в совещательную комнату. Прошу всем встать. Так, частное постановление. 15 апреля 2024 года, город Астана. Специализированный мир районный суд по уголовным делам города Астана в составе председательствующей судей Кульбаева, секретаря судебного заседания Осенного, с участием государственных обвинителей старшего помощника прокурора города Астана и Магановы, прокурора управления прокуратуры города Астана Нурбекова, потерпевшего Амангильда, представители потерпевшего адвокатов Уразбахова, Ишмаметова, подсудимых Бишумбаева, Байжанова, защитников адвокатов Кусаиновой, Рамазановой, Газмжанова, Антакпаева, Секерова, защитников Нурлобековой, Кульдеева, переводчиков Жан Сбаевой, Нурлановой, судебного пристава Ибраева, рассмотрев в открытом судебном заседании с применением аудио-видеофиксации уголовное дело в отношении Бишумбаева, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1 ч. 2 ст. 110, п. 5 ч. 2 ст. 99 УК в отношении Байжанова, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 432-434 УК, установил в главном судебном разбирательстве по уголовному делу в отношении Байжанова, Бишумбаева, в качестве защитника подсудимого Бишумбаева принимает участие адвокат коллегии адвоката города Станы Газымжанов. Настоящее уголовное дело рассматривается судом с участием присяжных заседателей. В силу участия 1 ст. 405 УК Республики Казахстан суд при наличии к тому основаниям выносит в совещательной комнате частные постановления, которым, обращая внимание государственных органов или должностных лиц, организации или их руководители, на установленные по делу факты нарушения закона, причины и условия, способствовавшие совершению преступлений и требующие принятия соответствующих мер. Согласно пункту 3 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстана от 19 декабря 2003 года за номером 11 о практике вынесения судами частных постановлений по уголовным делам, перечень оснований вынесения частных постановлений, указанных в ст. 405 УК РФ, не является исчерпывающим, в связи с чем суды вправе реагировать на другие факты, срывы судебных процессов, проявления неуважения к суду, нарушения сроков органами дознания следствия. В соответствии с требованиями ст. 10.13 Закона об адвокатской деятельности и юридической помощи, юридическая помощь оказывается в соблюдении высоких профессиональных и этических норм. Формирование этих норм осуществляется лицами, оказывающими юридическую помощь на основе общепринятых норм поведения, нравственности и стандартов оказания юридической помощи. Лица, оказывающие юридическую помощь, должны относиться к своим коллегам по профессии в духе уважения, справедливости и сотрудничества. Оказание юридической помощи адвокатам Газымжановым при исполнении профессиональных обязанностей по настоящему уголовному делу. Частное постановление направить Президиум коллегии адвокатов города Астаны для рассмотрения и принятия соответствующих мер, Республиканскую коллегию адвокатов для сведения о результатах рассмотрения и о принятых мерах согласно статье 405 Уголовно-процессуального кодекса не позднее, чем в месячный срок сообщить в суд, вынесший частное постановление. Судебный акт может быть обжалован сторонами, пересмотрен по ходатайству прокурора в суд города Астаны, через специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в течение 15 суток со дня провозглашения. Прошу садиться. Продолжим судебное заседание. Перед этим, уважаемые участники процесса, во избежание подобных ситуаций впредь от всех участников процесса требую неукосительно соблюдать норму Уголовно-процессуального кодекса, контролировать свои эмоции и подчиняться распоряжению председательствующего, как того требует нормы статьи 345 Уголовно-процессуального кодекса. Так, продолжим судебное заседание. Имеются ли у участников процесса еще вопросы подсудимому Байжанову? Сторона обвинения, есть вопросы? Да, есть, уважаемый суд. Прошу. Прошу. Байжанов. Разрешите. Сторона защиты же не закончила вопросы Байжанова. Ну, сейчас сторона обвинения задаст, потом вам будет предоставлено такое право. Прошу. Байжанов, вы в своих пояснях показали, что вас четыре раза выводили из камеры следственный изолятор, и один раз вы видели Бешимбаева. В какое время суток вас выводили? Это было после отбоя, таксофония я вспомнил. Там везде камеры, можно записи посмотреть. Это было после отбоя, то есть в десяти часов вечера? Да. Вас выводили сотрудники учреждения? Сотрудники опер, да. Вы были в наручниках? Нет. Потом я оперу сказал, больше он вообще не приходил ко мне. Я не желаю его видеть. То есть вас после отбоя выводили сотрудники учреждения без наручников в коридор из камеры. Потом куда вы направлялись? Потом в таксофон. Таксофон. Таксофон где находится? Ну, где-то 50 метров от камеры. Ага. Потом далее? Там находился Бешимбаев, еще Токтубаев, вице-министр, он осужден уже, и Мусин. Втроем они стояли. Втроем. А рядом с ними присутствовал сотрудник учреждения? Сотрудник учреждения, да, со мной был. С ними? Нет, который меня водил. И я ему сказал, все, я не хочу с ними встретиться, не желаю их видеть. И сразу развернулся, я ушел. И сразу этому сотруднику сказал, чтобы он больше ко мне не приходил. А указанные лица находились в наручниках или как они стояли вообще? Нет, без наручников. Свободно в коридоре стояли? Да, в таксофоне, там помещение есть, таксофон, там стояли. А к таксофону вам разрешают после отбоя подходить? Нет, не разрешают. Не разрешают? Нет, под следствием вообще запрещено таксофон. Осужденным только можно. Разрешите, да, Божья? Прошу. Божьяна, скажите, вот по поводу того, когда вы зашли и хотели вывезти, да, получается, с Алтанат из здания ресторана Бау. Вот вы говорите, что вы ее приподняли, с левой стороны, с правой, получается, Бешимбаев. При этом вы говорили, что она была накрыта, ну, Бешимбаев ее накрыл пледом, да? Да. Вот этот момент непонятен. Вообще, для чего нужно было использовать плед, если вы говорили, что она была в куртке или в плаще, получается? Ну, кроме плаща никакой одежды не было у нее. Кроме плаща не было. Ну, мы же видели, что плащ, в принципе, он тело покрывал ее. Вот для чего нужно было плед использовать? Я не знаю, Бешимбаев просил меня одеяло принести. Я отдал ему и ждал. Говорите, не слышно. Я не знаю, Бешимбаев просил одеяло, я ему два одеяло отдал, снаружи двери я ждал. Минуты две-три. Потом он просил заходить и помоги. Нет, вот этот момент, именно когда вы ее поднимали, она находилась в куртке, в плаще, получается. И сверху одеяло было. Еще сверху ее накрыли пледом. Да, пледом, да. А нижняя часть тела, она была как-то укутана? Ну, полностью, да, вот до ноги. То есть она была укутана, два пледа, да, она была укутана одним пледом вокруг тела, потом был одет плащ, и сверху еще второй плед был накрыт. Нет, сверху плащ, плащ, сверху было одеяло. Сверху одеяло был еще плащ одет? Нет, 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 плащ внутри был, сверху было. Поверх плаща было еще второе одеяло накрыто? Это при вас было накрыто второй плед? Нет, я снаружи ждал. То есть, когда вы зашли, она вот в таком виде уже была? Да. Нет вопросов пока. Так, у потерпевших его представителей есть вопросы? Прошу. Вопрос, который не выяснялся. Подсудимый Байжанов, сообщите, пожалуйста, вот вы слышали показания второго подсудимого Бешимбаева. Он неоднократно говорит, я с утра до вечера был на работе. Потом на уточняющий вопрос сказал, что он в БАУ работал. Хотя вы в своих показаниях говорите, что вы являетесь директором гастроцентра БАУ. Все-таки поясните, пожалуйста, ходил ли на работу Бешимбаев с утра до вечера? Что, какие должностные обязанности он выполнял? С утра до вечера он не ходил. День пару раз заехал, там какие-то завещания проводил с сотрудниками БАУ и сотрудниками гастроцентра. Ну, это не каждый день. То есть, редко? Редко, да. Ну, неделю, два, максимум три раза. То есть, с утра до вечера был или нет? С утра до вечера нет, не было. Хорошо. Вот вы сейчас, отвечая на вопрос государственного обвинителя, сказали, что салтанат была в куртке, сверху укрыта пледом и так далее. Однако ранее в своих показаниях вы сказали, когда я в первый раз пришел утром, я заглянул, она сидела на диване с опущенной головой вниз. Потом вы принесли два пледа, и уже после этого только вам разрешили через две минуты войти. Я зашел, Ишимбаев сказал, мы уходим, это ваша цитата. Я зашел, дыхание салтанат было чуть чаще и громче, и я решил, что она спит. Вот скажите, пожалуйста, если она сидела, с чего вы решили, что она спит? Потому что, когда я подходил близко к ней, я слышал храп, на тот момент храп, да, сидящего человека, да. Но я не хотел сказать здесь, да, но она не только спала, я думал, она вот в пьяном виде спит, да, потому что мне до приезда сказали, что охранник Данияр, там, маляр, все сказали, они пьяные. Я думал, что она не только уставшая, еще пьяная, там, вот так, в таком виде, вот так думал. Байжанов, вот тут неясно, салтанат сидела или спала? Вот этот момент, проясните? Сидела она, спала. Сидя спала? Сидя спала, да. Ну, вы по ее дыханию поняли, что она спит? Да. Когда вы зашли, она сидела или вы ей помогли сесть? Нет, я когда первый раз пришел. Так, представитель потерпевший, это же выяснялось. Уважаемый суд, здесь ключевой момент. Эксперт в своих показаниях, Халим Назаров, неоднократно пояснял, что с такими травмами человек самостоятельно сесть не может. Суда обращаются, стоя. Уважаемый суд, это вот продолжение вопроса, в связи с чем и уточняющий момент. Байжанов, скажите, пожалуйста, все-таки салтанат при вас села или уже сидела? Сидела она, когда я первый раз пришел. А кто ей помог сесть, вы видели этот момент? Нет, не видел. Но при этом она спала, потому что вы ее храп слышали, я правильно понимаю? Да, я слышал храп. Понятно. Скажите, пожалуйста, следующий вопрос. Вы сказали Гульзаде удалить видеозаписи. На каком языке вы ей сказали? На русском или на казахском? На русском. На русском. Вот конкретно скажите вашу фразу, что вы ей сказали? Я позвонил Гульзаде, Гульзада, вы можете удалить видеозаписи гастроцентра? Бешенбай поручил. Она сказала, нет, она не может, но Калмрад может помочь ей. Потом я ей сказал, тогда Калмраду скажите. На русском, значит, сказали. А вот фразы, что затем выключить еще камеры, вы говорили или нет? Нет, не говорил такого. Я сам удивился, почему нет дальше записи. Когда ознакомился с материалами дела. Уважаемый суд, позволите обратить внимание присяжным заседателям? Хорошо. Что когда Байжанов сказал, что все-таки она не сидела, она все-таки спала. То есть подтверждаются слова эксперта, что она не была в состоянии того, чтобы стоять, ходить самостоятельно. Она в состоянии комы была. Обратите на это внимание. Мы именно этот момент уточнили. Почему? Потому что до этого Байжанов подтверждал, что она сидит. Однако она все-таки не просто сидела, она храпела при этом. То есть это уже органическое состояние было. Спасибо. Так, прошу. Не закончили еще? Нет, нет, уважаемый суд. Хорошо. Да. Да, Вен. Хорошо. Уважаемый суд, уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели. Я хотела бы отметить, что показания Байжанова были вырваны из контекста, поскольку он также показывал, что она вставала, и они вместе пытались ее поднять и вместе пойти и на такси, либо как-то покинуть это помещение. Поэтому, уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, обращаем на это внимание. Уважаемый суд, никаких показаний не было со стороны Байжанова о том, что Салтанат вставала. Можно я продолжу? Прошу, представитель потерпевшего. Байжанов, скажите, пожалуйста, мы видели в видеозаписи задержание Бешимбаева, и там присутствует Ерденов Аблай, он ранее был допрошен. Ерденов Аблай в ходе предварительного следствия, прокурор зачитывал его показания, давал другие показания. Однако, в ходе судебного заседания, уже в ходе судебного следствия дал другие показания. Вы помните, что достоверно Бешимбаев сказал Ерденову? Вот вопрос. Он сказал, я ее убил? Или он у него спрашивал, я ее убил? Это было утверждение или вопрос? Он Ерденову при мне ничего не говорил, но он мне сказал. Вам сказал? А что он сказал? Он сказал, что Переводчик, можете, пожалуйста, перевести? Я убил человека, а теперь как я посмотрю в глаза своим детям? Что-то еще он уже сказал, длинное. И про Аблай, потому что он на русском переводчик переводит? Аблай, скажи, пусть отпустят меня, я умру. То есть Ерденов слышал все-таки не вопрос, а утверждение о том, что я убил человека? Уважаемый суд, можно я выскажу свое возражение в адрес вопроса представителя потерпевшего? Разрешите? Хорошо. Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, стороны. Ерденов Аблая был допрошен. И он неоднократно в этой части у него выяснялось, что конкретно он имел в виду. И он конкретно в своих показаниях говорил, что я убил что ли? Несколько раз повторил, уважаемый присяжный заседатель. В этот момент наверняка помните. Уважаемый суд, я допрашиваю сейчас Байжанова. Позвольте, чтобы он ответил на вопрос. Прошу. Подсудимый Байжанов. Байжанов, можете, пожалуйста, задать вопрос? Я правильно понимаю, что Бишамбая вам сказал, я убил человека? Он сказал эту фразу или нет? Он сказал эту фразу. Все, хорошо, понятно. Скажите, пожалуйста, вы шторы в тот день, 9 ноября, в этом ВИП-1 закрывали или нет? Нет, я не подходил к шторам. К шторам не подходили. Когда вы пришли, шторы были открыты или закрыты? Шторы были открыты. Я, знаете, когда знал это про это, когда скорая приехала, я смотрел в витраже, и тогда были, оказывается, открыты шторы. Вечером только узнал, что шторы открыты. Хорошо. Следующий вопрос. Ремонт в съемной квартире в жилом комплексе «Астория» проводили? Да, я хотел проводить, уже поставил человека, но так как меня закрыли, не закончил я это. Скажите, пожалуйста, вы в квартире, где жила Салтанат, в момент, когда уходила от Бишамбая, в жилом комплексе «Астория» бывали? Я один раз был строителем и съездили туда. А для чего там понадобился ремонт? Ну, потому что то же самое, как обычно, там мебель, там царапины. Можно погромче? В мебели были царапины, стены, еще какие-то посуды там сломанные. А кто это повредил? Ну, наверное, Бишамбаев. Хорошо, все-таки вы были в этой квартире. Далее. В своем свободном рассказе вы сказали, что Бишамбаев в любое время суток мог вам позвонить, вызвать. Скажите, пожалуйста, Бишамбаеву известно, что у вас семья, малолетние дети, то есть он мог вас в любое время потревожить? Часто было такое, что он вам ночью звонил, что он не спал ночью? Не прям часто, но бывало, да. Он в 5 утра может звонить, в 3 часа ночью. То есть он не спал в это время, по ночам? Ну, видимо, не спал, да. Хорошо. Следующий вопрос. 9 ноября, после того, как вы пришли на работу, до конца, вот до того, как скорая приехала, сколько раз именно при вас, в вашем присутствии, Бишамбаев разговаривал с ясновидящей из Чемкента? Как минимум 3-4 раза. А во сколько это было? Ну, время точно не помню. До обеда, после обеда? Точно не могу сказать. 3-4 раза при вас разговаривал. Так, уважаемый суд, у меня больше вопросов нет. Так, прошу, защитники. Разрешите, уважаемый суд, сидя. Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, подсудимый Байжанов, вот вы в своем свободном рассказе рассказывали как раз-таки тот момент, когда в 19.30 вы вызывали скорую. И при этом в свободном рассказе вы также подтвердили, что в то время, когда вы вызывали скорую, Бишамбаев разговаривал по телефону с ясновидящей. Скажите, пожалуйста, для чего нужно было? И в этой части Бишамбаев такие же показания давал. Скажите, пожалуйста, для чего Бишамбаеву нужно было просить, говорить вам об этом, если вы в своих ранних показаниях, которые в 15.00 томе или сделала 69, такие же показания давали, и такие же показания вы давали в суде, на судебном следствии? Да, я вопрос вообще не понял. Вы в своем свободном рассказе говорили о том, что в 19.30, когда вызывали скорую, в этот момент Бишамбаев разговаривал по телефону с Гульнарой и объяснял ситуацию. И в своих показаниях, которые указаны в 15.00 томе или сделала 69, вы даете такие же, точно такие же слова в слово показания. Вот, вопрос, для чего нужно было Бишамбаеву просить о вас, о том, чтобы вы сказали, что он требовал вызвать скорую и оказывал на вас давление. Вы об этом говорите. Прошу, защитник. Уважаемый суд, прошу этот вопрос снять. Почему? Потому что Байжанов, он не может знать, что думал, для чего спрашивал Бишамбаев. Он может только предположить, и все. А то, что факт он озвучил, а для чего мотивы ему неизвестно, откуда знать. Уважаемый суд, дело в том, что подсудимый Байжанов в своем допросе на последнем судебном заседании сказал о том, что Бишамбаев оказывает на него давление в части того, чтобы Байжанов сказал, что именно Бишамбаев поручил Байжанову вызвать скорую. В этой части он конкретно несколько раз повторил. Однако в своих предыдущих допросах, которые находятся в 15.00 томе или сделала 69, он конкретно говорит, что лично он сам вызвал скорую. В суде он то же самое говорит. Для чего нужно Бишамбаеву оказывать давление и говорить, что он давал поручение в этой части? Вопрос снимается, вы этот вопрос можете выяснить у Бишамбаева. Есть вопросы к Байжанову? Хорошо, тогда я, можно, не прерывая допрос Байжанова, выяснить у Бишамбаева. Хорошо. Здесь обстоятельства вообще были другими. Я те показания, которые дал, я дал их по просьбе Байжанова. Вот он мне в СИЗО все время просил. На самом деле, когда он померил пульс и не нашел его, он растерялся, стоял. Я закончил разговор, и тогда я ему на самом деле дал указание, я говорю, вызови скорую быстрее. И вот только после этого он начал вызывать скорую. Но впоследствии он меня попросил это тоже опустить и стал давать показания, что вот он сам вызвал скорую и так далее. И вот все это происходило в течение вот этих трех пяти месяцев. А обстоятельства вызова скорой, они были такие, что он, когда не нашел пульс, он растерялся и не знал, что делать. И вот я закончил разговаривать и сказал ему, вызови скорую. Есть еще вопросы Байжанову? У меня Байжанова есть вопрос. Скажите, подсудимый Байжанов, вот вы в своем свободном рассказе говорили о том, что Салтанат приехала с Алматы, вы ее встретили в квартире и передали ключи. И у вас был разговор, да, Салтанат? Вы эти показания подтверждаете? Да, подтверждаю. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот когда она приехала с Алматы, вы видели ее лицо? Там были какие-нибудь телесные повреждения на ее лице, на теле? Ну, что было доступно, видно? На лице нет, не было. Скажите, пожалуйста, уточняющий вопрос. Вот вы говорите, что были какие-то конфликтные ситуации у Бишимбаева с Нукеновой постоянно. Вы сами были свидетелями этих конфликтных ситуаций? Уточняющий вопрос. Сам лично нет, на следующий день только меня позвали. Скажите, пожалуйста, эти обстоятельства, которые вы указываете, о том, что люди говорили на следующий день, какие именно это были даты? У меня на телефоне есть даты, я не помню. Если я знал, что так будет, то я записывал все даты, да? У вас в телефоне есть что конкретно? Фотографии там после уборки, уборщики мне закидывали, да? Что там вообще, что творилось там. Мастера, мебельщики. Скажите, пожалуйста, на вопрос представителя потерпевшего вы пояснили, что в ЖК Асторе вы приезжали со строителем, и там были царапины на мебели. Какие конкретно были царапины и на какой мебели, в какой комнате? В кухне, крупные царапины, у меня на телефоне есть фотографии. Крупные царапины чего? Пола, стены, кухонного гарнитура. Стены и кухонного гарнитура. Далее, вы какие-нибудь действия в этом отношении совершали? Ремонтировали это все? Я же сказал, я поставил человека, и через день меня закрыли. Вам звонила арендатор этой квартиры? Я же говорю, меня закрыли через день, и мне неизвестно, что стало. Арендатор квартиры вам по этому поводу не звонила? Вы ответ не слышите подсудимого Байжанова, защитника? Нет, до закрытия, уважаемый суд. До закрытия. До закрытия она звонила мне, да. Сколько раз она вам звонила? Я не помню, сколько раз. Скажите, пожалуйста, в вашем телефоне, конкретно по поводу четырех дверей, какие именно сообщения и фотографии имеются? И где они имеются? У меня в телефоне все двери есть. Это сообщение между кем и кем? Между, я некоторые фотографии сам сфоткал на месте. А с алматинской дверь мне скинули мастер дыркой, которая точно так же в этом вип-кабинке дырка. Кто конкретно, какой мастер скинул и в какое время это было? Столяр. Период времени? Лето, зима, осень? Это на телефоне надо смотреть летом, кажется. Какого года? В 23-м году. 23-го года? Да. Пока у меня нет вопросов. Так, в судебном заседании обжаляется перерыв до 14.30. 14.30 продолжим заседание суда. Прошу всех встать. 15.00 продолжим заседание. 15.00 продолжим заседание. Субтитры создавал DimaTorzok